Итак, друзья, ну и наконец в Шерегеше выпал снег. Наконец школы закончились, отвели, они, кстати, в монтаже. И скоро тоже так же будут на канале. Это, кстати, очень интересно, потому что у ребят действительно есть прогресс. Ребята занимались очень много, больше 4 часов в день. А также мы всегда с ними возвращались домой на лыжах по моей любимой тропе. Ну, а сегодня я хочу вам показать, как мы катаемся, именно спортивный фрирайд. Спортивный фрирайд Шерегеше, насколько это возможно. Катаемся по самым крутым местам. Это все-таки Курумник, это левая его часть, середина и так далее. Давайте сразу не забудем подписаться на канал, чтобы это видео продвигалось, потому что оно довольно интересное. Вы будете внутри того, как идет катание. Как мы катаемся именно для себя, именно когда получаем сами удовольствие. Не для учеников, не для людей, которых мы вводим в горы, а именно получаем удовольствие сами. Сегодня мой напарник это Алина Галактика, я ее указал, ссылочку. Также не забудьте подписаться на ее канал, инстаграм и так далее. Ну и начнем с того, что мы поехали на разминку в самое мое любимое место. Это Курумник, он делится на три вида. Это маленький Курумник. Курумник, который посередине, он немножко побольше. И боковой это самые большие, где находятся самые большие камни, где находятся самые большие дропы, где самое интересное катание в Шерегеше. Сейчас мы только к нему подъезжаем. Это так называемый, вроде как, японский лес. Всегда такой пологий, но за ним, как всегда, у нас крутяк. То, что нам сегодня и нужно. Так как выпало много, достаточно снега, мы направились сразу туда. Не стали нигде разминаться, хотя ноги еще холодные. В чем его интерес? Он очень крутой. В нем много всяких помпушек. С них можно прыгать куда угодно, даже не глядя. Но только когда много снега. Я его катаю уже на протяжении 10 лет. Да и по сути, это единственное место, где мне интересно кататься. Ну и начнем с того, что мы едем первым следом. На моих любимых широких лыжах. Наконец-то я дорвался до своего первого спуска. Первого следа и так далее. Это так называемый прогревочный спуск. Потому что ноги нужно привести в форму, чтобы они разогрелись. Единственный, конечно, минус этого дня был в том, что мы поднимались только на одном подъемнике. Это его называют Сатана. И там действительно очень сильно дуло. Это вы можете посмотреть у меня в сторис в Инстаграме. Немножко вырезал те места, где я останавливаюсь. Но не вырезал места там, где я падаю. Потому что падения сегодня тоже были. Падения были лайтовые, не сильные. Пухлый снег падать очень приятно. Иногда есть специальная методика для лыжников, как правильно вставать из пухлого снега. Это нужно перекрестить палки и использовать их как ракетку. Берешь, перекрещиваешь и на них опираясь, встаешь. Ловите лайфхак. Ну а мы дальше продолжаем наши спуски. Почти что без монтажа. Я для вас специально сделал отдельное видео и залил его. Оно точно такое же, как это, только без начитки. То есть там вы можете просто послушать звуки природы, звуки, как скользят лыжи по снегу. Ссылочка будет в описании. И попробую сделать выдвигающуюся ссылочку справа в углу. Если она появилась, смело нажимайте. Там не будет объяснения того, что мы делаем. Там просто вы сможете посмотреть и насладиться тем, как мы катаемся и покататься вместе с нами, если у вас нету в данный момент такой возможности. Ну а сейчас я расскажу, что такое укурумник, как туда попасть и какой скилл нужен для того, чтобы его катать. Смотрите, в него попасть можно с подъемника фристайл, в него можно попасть с подъемника Олимпия, либо с доллара, это совсем с другой стороны. С доллара вы попадаете на более крутой участок с большими валунами. То есть не в маленький курумник, а именно с большими валунами. Потом после курумника идет достаточно частый лес, там обычно накатанные узкие тропки. И после этого вы выкатываете либо на трассу, либо едете дальше по лесу, там меньше всего деревьев и достаточно комфортно ехать. Но также встречаются крутые уклоны, крутые участки. Но если вы умеете катать фрирайд, но крутые участки у вас не должны вызывать никаких вопросов. Какой скилл нужно для того, чтобы поехать в курумник и начать там получать удовольствие и не травмироваться? Это все-таки, как я всегда говорю, это бугры. Когда вы умеете ездить по буграм, после этого вы можете ехать в курумник. И тогда вы получите действительно то удовольствие, которое максимально возможно в Шерегеше. Потому что, я еще раз повторюсь, это одно из самых моих любимых мест, особенно когда идет много снега, огромные объемы ложатся на эти камни, которые вы можете использовать как трамплины, а их и нужно использовать как трамплины. Но сегодня, если честно, я немножко филонил. Я использовал не все помпушки, не со всех прыгал, но в своих крайних проездах я старался прыгать все, что вижу и получать от этого удовольствие. В данный момент у меня... В данный момент у меня лыжи Dynastar Minz Proto. Они очень круто скользят в пухлом снегу. Это действительно очень хорошая лыжа. Очень странно, почему она у нас не популярна. Хотя она была очень доступна в свое время. Продавалась в Триалспорте. Я ее там купил на свои деньги. И вот получаю от нее удовольствие. Не тону в любом снегу. Ростовка у меня 180. Ну а мы продолжаем делать спуски в Шерегеше, по Курумнику. Разминаться постепенно. Это мой первый Powder Day. С моего приезда на данный момент я уже откатал 16 дней подряд, без отдыха, каждый день. Также я катал лед, который появился после дождя. Он был на следующий день после того, как я приехал. И поэтому я очень хочу с вами поделиться своей радостью, что выпал снег. И, наконец-то, я могу ездить не по льду, а именно тот самый фирменный Шерегешский снег, ради чего, по сути, мы туда и приезжаем. Мы приезжаем туда не ради трассы, мы приезжаем туда ради этих спусков. Спусков первым следом к Курумнике. Ну, по крайней мере, я. Продолжаем кататься, получать удовольствие. Это действительно здорово. И вообще я не понимаю, как можно не стремиться к этому. То есть именно к фрирайду, кататься по трассам постоянно. Для меня всегда трассовое катание это было. Либо, когда нету долго снега и хорошие трассы, тогда я беру свои лыжи для слалом-гиганта. Для слалома лыжи у меня в этом году украли, как и мои лыжи Black Crow Story, на которых я соревновался. И теперь я остался с лыжами только для паудера. И ищу лыжи теперь и для соревнований, так как планирую выступать. И по трассам я катаюсь только тогда, когда нету совсем снега для фрирайда. Хотя езжу фрирайд каждый день. Я даже уже редко беру с собой лыжи для трассы, потому что трасса меня постепенно, с 2008 года, все меньше и меньше интересует, потому что в трассе для меня нету никакого приключения, нету никакого путешествия. Трасса для меня это просто поставить технику, либо если у инструкторов есть тренировки на розе-кутер, я раньше ходил, с вешками, с омегой, и посмотреть за какое ты время проходишь трассу. Просто так кататься по трассам совсем мне не интересно. Мне интересен лес, интересна альпийская зона. Вот как раз альпийская зона мне больше всего нравится, и больше всего мне нравится кататься. Сейчас я как раз собираюсь поехать на Мамай, и там катать именно только альпийскую зону, только делать линии. Как раз после Шерегеша я буду раскатанный, буду в хорошей форме, и постараюсь для вас снять и как на коптер, как и на камеру, так и на GoPro, как сейчас. Хорошие линии, хорошее катание, чтобы мотивировать вас идти дальше, уходить от трасс дальше, приходить ко мне на обучение, либо самим прогрессировать, как когда-то я всю свою жизнь перестроил под фрирайд. Создал школу по фрирайду, по трассовому катанию, для того, чтобы людей приводить именно в катание вне трасс, потому что я считаю, что катание вне трасс это высшее проявление горных лыж, то есть то, с чего началось катание, и то, к чему ты должен прийти. Трассовое катание, это, конечно, весело, может быть, это технично, это очень сложно, чтобы научиться именно владеть слаломом, либо слалом-гигантом, ну и еще пара дисциплин. Фрирайд – это все-таки высшее проявление горных лыж, когда ты можешь передвигаться на лыжах по любому рельефу, когда ты можешь на лыжах преодолеть любое препятствие и быть в этом уверенным, а также получать от этого удовольствие. Поэтому вообще, в принципе, вся моя школа funsnow.ru – она и на это заточена. Мы быстро проходим трассу, быстро ставим технику, быстро ставим стойку и переходим вне трассы. Начинаем тренировать именно те приемы, которые я использую, которые используют другие райдеры для внетрассового катания. А теперь мы уже размялись и можем ехать в полную силу. День действительно выдался замечательным, снега было много, насыпало все это за ночь. Я просыпался ночью и просто радовался тому, что идет снег. Но со снегом пришла и холодная погода. Как я уже говорил, очень было ветрено, и когда ты поднимался наверх, я, например, уже остывал. То есть я уже подмерзал и мне приходилось разминаться еще полспуска. Но это все равно не испортило мое настроение, так как я очень люблю кататься, а именно в такую пасмурную погоду, по лесу, потому что виден рельеф, потому что я вижу, куда еду. Так как много снега, я особо не переживаю за то, что у меня утонут лыжи, так как они всегда сверху. Также они хорошо подходят для прыжков. Как вы видите в этих кадрах, они подходят и для быстрого катания по лесу, а также и для альпийской зоны. На самом деле, сейчас я показываю кадры, ради чего стоит приезжать в Шерегеш, и ради чего я туда приезжаю. Это вот именно такое катание, когда много-много пухлого снега, когда ты можешь спокойно дропать, когда ты не боишься за свое приземление, так как снега много, когда ты можешь ехать по лесу по прямой, потому что фрирайд именно нужно катать не поворотами, как любят ребята, которые ездят по трассам, а по прямой, и направлять свой снаряд к ближайшим прыжкам, дропам, ближайшему рельефу, и максимально использовать рельеф, а не делать короткие инструкторские повороты и кататься, как пенсионер. Всегда направляйте лыжи вниз по склону, берите максимальную скорость, чтобы улететь подальше, но не забывайте, что деревья, они твердые, и в них можно врезаться. Но я не боюсь врезаться в деревья, потому что это происходило со мной, может быть, раза два за жизнь. И то, когда я очень был сильно укатанный, на протяжении там 60 дней подряд, просто отключались ноги, и пару раз я въезжал в дерево, а еще пару раз я использовал елку, как подушку, для того, чтобы остановиться. Поэтому не бойтесь начать кататься в нитрас, не бойтесь начинать первые шаги в своем в нитрасовом катании, где бы вы ни жили, стремитесь именно к тому, чтобы научиться ездить по любому рельефу, в любую погоду, по любому снегу. Это доставит вам очень много удовольствия, вы найдете много друзей, так как все равно кататься в одного нельзя. Сегодня у меня есть напарник Алина, и поэтому есть кому меня вытаскивать. Это, кстати, та самая Алина, которую я встретил на Эльбрусе. На самом деле мы давно знакомы, но она снимала мой проезд именно с вершины. Кто не смотрел еще мой спуск с Эльбруса, вы можете посмотреть, это два ролика, один ролик без монтажа, а второй ролик с монтажом о том, как я проходил акклиматизацию, как поднимался и как спускался. Фрирайд это очень сближающий вид спорта, потому что с кем вы катали фрирайд, вы становитесь автоматически друзьями, автоматически у вас в контактах появляется много райдеров, которые вам звонят, говорят, поехали туда, поехали сюда, я вот собрался. Это действительно очень интересная комьюнити, которая ценит спорт, которая ценит здоровый образ жизни. Иногда это такое комьюнити, которое в вас, это такое комьюнити, которое достает вас из вашей обычной жизни, может быть, из офисной, либо вы работаете на машине, либо то, что связано с машинами. И это комьюнити просто вас перемещает в горы, вы стремитесь к тому, чтобы поехать, чтобы покататься, что-то придумываете, как же все-таки уехать из города. И это на самом деле самая большая ценность. Это люди. Не заработок денег в этой жизни, не вещи, которые вы покупаете, а именно те люди, с которыми вы эту жизнь живете. И я могу с уверенностью сказать, что люди, которые катают фрирайд, они все образованные, с ними интересно поговорить. У них горят глаза. Они всегда что-то придумывают. Они всегда что-то пытаются организовать, для того, чтобы поехать в горы, для того, чтобы это было весело, для того, чтобы передать этот заряд другим людям, чтобы не было депрессии, чтобы вы выходили из запоев, чтобы вы не употребляли наркотики, а именно стремились к тому, чтобы заниматься спортом на морозе, а может быть и в Сочи, когда тепло. Но все равно как-то поднимались с кресла, поднимались из своей машины, брали с собой чехол, в нем было снаряжение, которое готово к тому, чтобы доставлять вам удовольствие. Я всегда это пропагандирую, и уже много-много лет для этого и создал школу, чтобы люди могли объединяться, чтобы люди могли знакомиться, чтобы находили комьюнити, чтобы были всегда на связи. Люди приезжают с разных районов, и люди приезжают с разных городов, они знакомятся, потом ездят друг к другу в гости, кто-то даже женится. Таких случаев было действительно много. И это все фрирайд, который вас объединяет, который вас заставляет всегда прогрессировать, тренироваться, думать об этом, покупать снаряжение и получать от этого удовольствие. Это действительно, я говорю полностью искренне, потому что я действительно всем сердцем люблю этот вид спорта, когда вы передвигаетесь по любому рельефу, в любую погоду, по любому снегу, и желательно каждый день, либо столько, сколько можете, максимальное количество дней, а не сидите дома, не сидите в офисе, хотя сам по несколько месяцев работаю в офисе, делаю видео, делаю для вас фильмы, которые мы снимаем в сезон. Ссылочка, кстати, на один из них в описании. Это фильм на высоте, я считаю, это самый лучший фильм, который был снят за последнее время. Мы его снимали два сезона, использовали вертолеты, использовали скитур, заставляли райдеров проезжать такие линии, от которых они сами удивлялись. Даже вот помню, как Гриша Корнеев, когда в своем профайле совершил дроп, и сам не ожидал, что он будет настолько большим. Как раз снимали вместе с Колей Петровским, Гришей Корнеевым, и с Ваней Малаховым. Был замечательный день. Посмотрите, фильм, это действительно стоит того. Я всегда спрашиваю, смотрели ли вы этот фильм, потому что он действительно снят хорошо, смонтирован хорошо, и там отличная музыка. Ну, а сейчас день подходит к концу, и мы уже переместились из крутого курумника просто на просеке в районе подъемника панорама. И просто гоняем друг за другом, не особо думая, что нас ждет впереди, потому что ситуативное катание это самое лучшее катание, когда вы реагируете в данный момент на какие-то препятствия, заезжаете в лес, выезжаете из него, и особо не задумываетесь, что может произойти. Просто чистое соединение с природой, чистое катание, ситуативное катание, когда вы едете по лесу, и спокойно лавируете между елками, бревнами, ветками и так далее. Пытаетесь от них увернуться, и учитесь всегда контролировать лыжи и скорость. Как раз вот в лесу нужны те самые повороты, потому что мы объезжаем деревья. В этот день было и пару падений, кстати, одно из них вы сейчас, может, увидите. В этот день было и много прямых линий, много дропов, а отлично покатались. Это в данный момент уже крайний спуск. Мы изрядно замерзли на подъемнике фристайл-сатана, но уже довольны. Мы еще не знаем, что нам предстоит тропить ту дорожку, которая ведет домой. Мы просто получаем удовольствие от снега. И радуемся, что пришла зима. Радуемся, что наконец-то выпал снег. И школы мы отвели, и у нас выдался хороший выходной день. Как раз на снегопад мы покатались и получили безграничное удовольствие от нашего катания. Еще раз хочу всех позвать в трассовое катание, потому что это действительно очень весело, действительно полезно для здоровья, потому что вы всегда много дышите, дышите на природе. Вы находитесь в холоде, который тоже мобилизирует ваш организм. Например, чтобы похудеть отлично, проводить время на холоде. Ну и хорошо для здоровья. Ну и сейчас я хочу напомнить. Первое, это подписывайтесь на канал. Второе, оставьте комментарии. YouTube это любит. Я всегда на них отвечаю. Также появилось много хейтеров, которые говорят, что это все сумасшествие, что это не горные лыжи, что это не спорт. Хочу напомнить, что в этом году прирайд является частью физ. Если не верите, можете проверить сами. А также многие пишут, что вот вы что-то делаете неправильно. Также хочу напомнить, что это для меня уже 30 сезон и последние 10 лет я езжу порядка 140-150 дней в году. Начинаю я сезон в ноябре, 16 числа примерно, а заканчиваю его примерно 1 мая, либо 9 мая, когда закрывается Роза Хутор. В этом году я планирую съездить еще на Эльбрус и покататься там в Индию, где мы поедем на мотоциклах через самый высокогорный перевал Ладак. Если вас это интересует, напишите мне в Телеграм, я вам расскажу подробнее об этой идее. А также не забывайте, что если вам нужен инструктор в Красной Поляне, пишите мне в Телеграм. Также не забывайте, что у нас есть хилиски в Абхазии и записывайтесь в группы по фрирайду, где я являюсь гидом в Красной Поляне. Новогодние праздники еще не все заняты, как у инструкторов не заняты, так и у гидов. Если вы собрались в Красную Поляну, вам нужен семейный инструктор, вам нужен гид по фрирайду, вам нужна видеофотосессия на склоне, пишите мне, я вас проконсультирую, расскажу, сколько это стоит, когда это лучше всего сделать, и также просто хорошо проведем время. А если вы собрались в Шри Геш и хотите покатать фрирайд, либо поучиться, либо вы хотите снегоходную заброску, либо заброску ратраком, также пишите мне в Телеграм. Ну вот и закончился наш день, мы сейчас отправляемся домой, я монтирую специальное видео для вас об этом дне. Не забывайте про комментарии, не забывайте подписаться на канал, это очень важно для меня, и мы будем с вами на связи. Всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok